Впервые в городе Кукшетау стартовали национальные инклюзивные игры по лыжным гонкам среди детей с особыми образовательными потребностями ЖУЛДОЗАЙ-2024. Проект направлен на приобщение ребят с ограниченными возможностями к зимним видам спорта. Также это поспособствует развитию лыжного параспорта в стране. Спортивные соревнования национальных инклюзивных игр ЖУЛДОЗАЙ проводятся с 2016 года. При этом в зимнем формате турнир проводится впервые. Для участия в областной центр приехало 150 детей и подростков из Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской областей и Астаны. Мы проводим соревнования для детей с особенностями в развитии уже под шести видом. Это летние, легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, боча, голбол, национальные виды спорта. И не случайно мы выбрали Акмолинскую область, потому что действительно в Акмолинской области очень большое внимание уделяют развитию инклюзивного спорта. И лыжные соревнования для детей с ограниченной возможностью они уже проводят на протяжении многих лет. В рамках соревнований участники соревнуются на лыжах по пяти дистанциям. Кроме того, молодые спортсмены состязаются и в командной эстафете. В лыжном параспорте принимают участие подростки в возрасте от 10 до 16 лет. Желаю всем победы. Пусть все дойдут до финиша. Сам занимает спортом с пятого класса. В 2023 году мы ездили на футбол в столицу. Там заняли третье место. Теперь вот мы приехали в Кухштал. Стараемся не отставать от соревнований. Соревнования были хорошо. Все прошли. Тренер готовил меня хорошо к этим соревнованиям. Выступил на этих соревнованиях. Отлично, без отруднений. Было все хорошо. Не было страшно. Стоит отметить, что данное спортивное мероприятие было возрождено два года назад и проводится во всех регионах страны. Ежегодно в нем принимают участие более пяти тысяч спортсменов. Мы занимаемся этим видом спорта с детьми уже 21 год. Мы также участвовали во многих конкурсах. Также они выступают на международных соревнованиях. В 2016 году мы заняли первое место по шорт-реку в Кухштал. Этому виду спорта уделяется большее внимание. Средства также распределяются. Я очень благодарен организаторам. До этого мы принимали участие в соревнованиях по легкой атлетике, проходившей в Астане. Там наши дети заняли первое место. Проведение пилотного проекта поддержали Комитет спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, Национальный паралимпийский комитет, Акимат Акмолинской области и другие организации. Спортивные секции для детей с ограниченными возможностями открываются в отдаленных районах региона. С их участием проводится более 27 спортивно-массовых мероприятий. В Балашах-Сарайе состоялось награждение победителей двухдневных соревнований. Приехал к Кокшетау для принятия участия в инклюзивных играх «Жел-Дизай». Привез с собой четверых детей, два мальчика, две девочки. Показали неплохой результат. В группе А и в эстафете мы заняли второе место, уступив лишь хозяину Акмолинской области. Считаю это хорошим результатом. В личных гонках у нас тоже неплохие результаты. Девчата заняли второе и третье места соответственно. Один мальчик занял первое место на дистанции 400 метров, а один мальчик занял третье место на той же дистанции. Спрашивают, а когда будет в следующий раз. Уже на будущий год хотят приехать. То, что мы же все работаем в инклюзивном образовании ради эмоций детей, ради их улыбок. За три дня соревнований я не увидел ни одного грустного лица. Наши ребята неплохие показали результаты. Есть первое место в эстафете, есть второе место. Встреча была на высшем уровне. То есть нас, спортсменов, с ЖД вокзала встретили, привезли в гостиницу. Все было прекрасно, детям понравилось. Также прошли соревнования на высшем уровне. Я считаю, что организация была все продумана, все детально. Несмотря на мороз, ребята не замерзли, не почувствовали даже никакого холода. Юные спортсмены из разных регионов страны готовились к соревнованиям на протяжении долгого времени. Главное требование в лыжном спорте – не сдаваться перед трудностями, говорят начинающие спортсмены. Из более 150 участников 35 заняли призовые места. Сегодня мы проводим торжественное закрытие первых зимних национальных инклюзивных игр, которые мы проводим в Кокшеталу. В целом в соревнованиях участвовали дети с особенностью развития с 10 до 16 лет, которые приехали с разных ребенок нашей страны. Думаю, что это будет добрая традиция проводить республиканские соревнования по зимним видам в городе Кокшетал. Как раз регион очень снежный, подходящий и прекрасная лыжная база. По итогам соревнований первое место в группе «Эйч» заняла Кмолинская область, второе место за «Октюбинцами», а бронзовые медали завоевала команда из ВКО. Местная команда также стала чемпионом группы «Ай». Второе и третье места разделили команды «Октюбинской» и «Восточно-Казахстанской» областей соответственно. Командам-победителям были вручены специальные кубки и медали соревнований. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова